Ну вот сейчас мы просим хотя бы сделать следующее. Вот благоустроить лыжеролевную трассу в районе Горохового поля. Александр Полежаев из Щелкова-7 ратует за сохранение лыжной трассы вдоль лесного массива. Говорит, что тренируются на ней чемпионы по лыжным гонкам из местной спортшколы. На встрече с депутатом МОСО Былдумы Владимиром Шапкиным он попросил помочь организовать работы по обустройству, уникальной по своим характеристикам трассы. Мы хотим, чтобы у нас в Щелкова-7 дети росли в комфортных условиях, чтобы убрали деревья, которые попадали, чтобы выровняли трассу, чтобы вообще, так сказать, придать ей статус официальный, чтобы не ездили на буранах, чтобы не топтали машинами, какими-то тракторами, чтобы не выбрасывали мусор. По мнению Владимира Шапкина, мусор в лесах – результат отсутствия у юридических лиц, в том числе СНТ, договоров на вывоз отходов. Решение вопроса – дело времени. Мусорная реформа в Подмосковье стартовала в этом году. Вы знаете, этим вопросом мы занимаемся с 1 января 2019 года. И организационный на сегодня момент, он, конечно, сегодня не в идеальном состоянии. Его надо совместно с органами местного самоправления, с региональными операторами и с юридическими и физическими лицами доводить до хорошего состояния организационной работы. Обратился к парламентарию активы инвалидов Щелкова-7. Вопрос житейский и волнует тех, кто пользуется общественным транспортом. По поводу павильона, которого нет на остановке напротив поликлиники номер один. Именно в нашей стороне. И нет уже два года. Новый павильон обязательно будет, обнадежил депутат. Замена остановочного пункта на улице Фрунзе включена в областную программу. Однако нужные выводы сделаны. Автодор на своих дорогах в свое время срезал старые остановки, а новые никак не установили. Хотя в планах установка есть, но мы уже договорились с нашими коллегами с Автодора, чтобы вот так не делали на перспективу. Примерно раз в месяц Владимир Шапкин ведет прием в микрорайонных округа. Кроме Щелкова-7, встречи с избирателями проходят в Чкаловском, Медвежьих озерах, Загорянском и в центральной приемной в Щелкове на улице Парковой. Михаил Налетов, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.